Первый вопрос от подписчика, это Дмитрий Марк. Как и кем выбираются локалисты для конкретной композиции? Ну, я так понимаю, что разговор идёт о обситании. Я думаю, что я не ошибусь, потому что в противном случае как я могу выбирать для кипевого вокалиста или допустим для группы Ария вокалиста или для Терентьева вокалиста. То есть там уже вокалисты занимают свои места в вакансии пока нет. Хотя у Терентьева ещё есть. А в отношении, когда мы что-то придумываем такое, допустим, пришла мысль, после того, как на нашем горизонте появился Андрей Кустарёв, который лежал на дне очень долгое время, как-то сразу мы решили, что мы с ним запишем символ, потому что прекрасный вокалист. Потом символ перерос в макси-символ, а потом в макси-символ перерос в альбом. Но сомнений никаких не было, то есть вот Андрей, значит Андрей. Теперь в отношении к Ситании. Вопрос более сложный, потому что не вся музыка писалась сразу, сначала писались ребретто, стихи, и там вот приблизительно по характерам персонажа мы прикидывались со скрипником. Кто может отцепить? Я, насколько знаю, там продолжение вопроса… На каком этапе создания этой песни вот происходит? Ну, на этапе, когда Скрипников берётся за сочинение музыки, перед ним лежит текст. Я примерно объясняю, что хотелось бы мне по характеру и какой-то исторический персонаж. А уже исходя из этого, значит Сергей придумывает мелодию, там какие-то характерные ходы, и мы начинаем думать, кто бы это мог спеть. Но надо сказать, что не сразу у нас, не везде у нас получалось попадание в десятку. То есть кто-то из вокалистов пробовался, но не подходил. Вот такие люди, как, допустим, Пётр Елфимов, Лефлер или Лефлер, Юля Полежаева, Миласа, Житников Миша, Сергей Сергеев, это всё вот Кустарев тот же самый, который Машел Монсигирского и Иуду исполнил. То есть они подошли к Горисенков, Серышев, они пошли сразу. Жанна Кипилова тоже. А были некоторые персонажи, но я не буду их озвучивать, которые как бы пробовались. То есть мы им давали такой карт-блаш, мы им выплачивали кредит доверия, но не все его оправдали, потому что работа оказалась более сложной, чем та, которую они обычно выполняли в своих составах. То есть в жюри входили мы и скрипников. Ну это не жюри, это вот сидит парочка сумасшедших творческих людей, которые говорят, Серёга, а не пригласить ли нам? Ну пригласить, да, а вдруг не согласиться. Вот мы долго думали, согласится ли Сергей Минаев исполнить партию епископа. Отлично. Сергей прекрасно справился, он был рад, что мы его пригласили. А Рутюнов тоже человек очень сложный по характеру. Надо было петь «Злодея» Демонфора. И он хорошо подошёл к этому. То есть он попросил сценарий Леврета, он почитал всё, задавал мне кучу вопросов по поводу того, по поводу характера Демонфора. То есть как я его вижу, всё. Хотя партия у него небольшая. Пришёл на студию, спел «Злодея». Борисенков атрибиту дал, вот как вот он это всё. Он не стал меня спрашивать, потому что роль тоже злодейская. Того самого монаха, который произнёс известную фразу «Убивайте их всех, там Господь узнает своих». Но он как бы своей энергией, своей экспрессией изобразил. Ему ещё предстоит спеть одну арию. Монаха уже серьёзно постаревшего. И уже как бы находящегося в такой зыбкой тени сомнении. Монах уже начинает сомневаться. А правда? Но известную фразу всё равно произносит. Посмотрим, как это получится у Митяя. Так что жюри, какой жюри? Жюри – это конкурс «Голос», там сидят. У нас всё гораздо, с одной стороны, проще, с другой стороны, сложнее. И следующий вопрос. Следующая подписчица – это Ксения Балатошвили. Здравствуйте, Маргарита Анатольевна. Скажите, пожалуйста, когда писали слова «искушение», что имели в виду «дай мне больше, чем просто любовь»? Ну, это вопрос Ксении очень сложный. Это кто как трактует любовь, да? Любовь – это, может быть, чисто пляска инстинктов, то есть такой гормональный всплеск, секс и так далее. А здесь имеется в виду больше, чем любовь, это не только какое-то такое влечение, сексуальное, скажем, влечение, но это понимание, это уважение, это готовность жертвовать собой. К сожалению, в наше время не все вот эти компоненты вкладывают в понятие любовь. А тогда ещё, в те древние времена, хотелось спеть именно об этом. Создание больше, чем просто любовь какой-то девчонки, который классный дядь, волосатый. Чем просто животное. Да, да, да. То есть уже плюс какие-то чисто человеческие качества. Понимание, уважение твоих интересов. Вот это большое искусство, кстати сказать. Станислав Ковалёв. Здравствуйте, Маргарита Анатольевна. Вот какой вопрос интересует. Вопрос по Акскитании. Зная историю, эпоху и быт, интересует вопрос, а сохранились ли какие-нибудь рецепты блюд той эпохи? Или была ли та же самая кухня, что входила в французской, испанской, итальянской кухни? То есть и как между Акскитанией и Каталонией существует сильный исторический культурный свет? Ну, видишь, я не большой специалист в астрономической области. Денис у нас большой специалист в астрономической области. Но можно себе представить, что ели в то время в Акскитании. Так, чисто на вскидку, да. Естественно, там разделялся двор как бы. Ну, вот эти, сейчас знать, как у них все эти вопросы решались. Естественно, более такая разнообразная пища. У них была там и дичь, и масса рыбы, и рыба речная, и рыба морская. И, в общем, всякие вкусности, привезенные там из той же самой Испании, там какими-то путями. Может быть, и, как и Денис Преев сказал, из Индии. Всяческие приправы. Даже обязательно, да. Тем более, что в Испании там очень сильное арабское влияние. То есть все пряности. Все это все, да. А я думаю, что простой люд, но питался как? Вот я нашла такое блюдо, которое называется косулет. Это элементарные бобы и мясо. Но, которое требует специального процесса приготовления. То есть это специальная посуда, вот эти горшки. Очень длительное время там все это должно тониться. Вот. И, как говорят кулинары, существует три вида этого косулета. Один вид, это, я не могу даже выговорить это название, это горно, очень длинно, трудно произносимое. А другой вид, это вот именно каркасонский косулет. У нас как раз второе действие. Каркасон. Вот. И третий вид, это тулусский косулет. И там существует какая-то, видимо, разница в приправах. Вот это считается, что бог этих вот трех косулетов, это вот именно тот самый косулет из трудно произносимого для меня города. А вот, как я записала, бог-сын – это косулет по-каркасонски. А святой дух – это косулет по-тулусски. То есть бобы и мясо. Ну, мне кажется, ничего такого сложного в этом нет. Может быть, только вот эти горшки трудно достать, да? Но сейчас, как говорят в наше время, хотя там вот сохраняются в окситане традиции, там даже вот есть группа, которые сохраняют древний язык, окситанский. Я думаю, что там кухня-то, в общем-то, тоже существует. В основном используют белую фасоль. Ну, я так понимаю, что в те времена консервированной не было. То есть, конечно, там фасоль размочить, чтобы она томилась. Все требовалось времени. Я думаю, что это можно попробовать, конечно, все сделать. Можем. Конечно. Потому что в свое время, когда был такой период увлечения всякими американскими кухнями, они же тоже бобы, фасоли тут едят. И обычно на праздник 26 июля, праздник Кубинской революции, мы с сестрой готовили фасоль, там с томатами, там это все, да? Ну, так думали, что так едят кубинцы. Потом оказалось, что кубинцы так не едят. Но, кто интересуется оксиданием, я думаю, могут попробовать достать такие вот конусообразные горшочки, туда положить фасоль, мясо, говядину, ну, кто-то, видимо, там свинину. Короче говоря, что есть. Вот. И потомить это дело. Можете запить хорошим вином. Но чтобы получилось еще лучше, лучше съездить, попробовать. Там, на месте. Там, на месте. Потом приготовить попробовать здесь. Это было бы интересно. А, и расскажете, кстати, и напишите. Да. Кто доберется. Да. И вот последний пункт вопроса. Как между Окситанией и Каталонией существуют сильные исторические и культурные связи? То есть, вы вот какие параллели, вот конкретно вы параллели какие проводите? Ну, не только же кулинарные, да? То есть. Нет. Ну, там же очень тесная связь была. Окситания же переходила то туда, то сюда. Это просто надо читать историю. Вот. И очень сильное испанское влияние. И король Арагонский же там принимал участие во всех этих жут-разборках, о которых, собственно, мы и рассказываем. То есть, ну, это как бы неразделимые части. Так что, вперед. История вам в помощь. Отключаем историю. Хочу, да. Почитаю. Следующий вопрос. Ксения Сергеева. Маргарита Анатольевна, а вы часто влюбляетесь? Хороший вопрос. В кого? В кого, да. В кого? Было бы в кого? Или может быть во что какие-то вещи? Нет. Во что это гораздо проще, чем в кого. Потому что во что это когда появляется сумасшедшая идея, да. Ты влюбляешься в эту идею, в мечту там осуществить это. И начинаешь все крушить, ломать и свой собственный уклад жизни и всех других близких людей доставать своим этим вспыхнувшим интересом. А если в кого, ну естественно влюблялись, как же нет. Но, честно говоря, всё время это стало неинтересно. Потому что в принципе это всё одно и то же. Процессы одни и те же. Одни и те же этапы. Знакомство, лёгкий флирт, ля-дабаля, конфетно-букетный период. Финал, наверное, зависит. Тоже неинтересно. Понимаете, вот как-то. Но, не знаю. Вдохновение, конечно, нам нужно. Но обычно самое лучшее пишется не когда. Ну, одни могут писать, сочинять это когда-то влюбился, без памяти. Бывает, что люди лупеют в этот период дико совершенно. И начинают писать, ты ангел, ты гуляешь по облакам. В общем, твоя улыбка заря и подобно утренней заре. Ну, что-то такое. Но, поскольку я себя помню, у меня самая пробирающая душа, которая получалась, когда всё прошло. Когда трагедия, когда всё, какие чувства возникают. И что-то такое стихи рождались. Песни не знаю. Песни очень много зависит от музыки. Ну, так что, девушки, будьте осторожны. Ну, что я хочу сказать. Ну, что я хочу сказать. Ну, что я хочу сказать. Субтитры сделал DimaTorzok